Одна женщина писала из Пермифорума, у нее вопросы были о дзадаке, если она работает где-то в еврейской организации и дает туда дзадаку, это будет дзадакание, потому что она оттуда получает деньги, как бы, неважно, почитает, почитает. И сын где-то не бесплатно учится, и вот он тоже туда не будет. Интересно. Маш, работаете на вон и получаете зарплату? Ну, примерно, тоже так. Так она и написала. Не будем, ты поработай, ты включи сайт, посмотри, а это что-то просто возьмешь и бесплатно сейчас получишь. В интернете представлю, что если человек любит водку, халяву и революцию, халяву и революцию, это не значит еще, что он русский. Такое неожиданное, да? Генетические признаки. Да, но это не значит, может быть, исключение тоже. Да, хорошо. Да, потому что мне понравилось. Три момента. Вот, кто, что у нас? Такую точку, это мы Шарим. А любви мы еще? А по-прежнему, ребят, но и все время. Все время мы. Изменная тема. Хорошо. Мы Шарим. Но я должен сказать, видение, как бы, общее, короткое, какое видение. Напоминание, наверное, уже пятый раз, что наша мечта, наша мечта, она говорит о 48 путей и 48 способах, которые в целом, как комбинация, они открывают человеку возможность постигать то. Но я уже говорил, что комбинации, это значит, все они нужны, но у каждого человека в разной степени это очевидно. То есть нет такого, чтобы у всех было все одинаково, нет таких людей, чтобы все одинаково было. Что здесь мечта нам новая говорит, что если одного из этого не будет, то не будет возможности постичь этого. Но если это будет в некотором небольшом количестве, то уже хорошо. А зато другое надо стараться, чтобы было в большем. То есть в целом это все должно быть. Если пользуется моей внешней профессией математика и математическая логика, да, совершенно верно, конъюнкция у нас называлась, сомножители. Если это сомножители, один из них равен нулю, то все равно нулю. А если стремиться к нулю, то нет, вот почему можно? Если стремиться к нулю, то тогда, как говорится, если там не будет гениально больших каких-то других сомножителей, которые стремятся к бесконечности, то тоже это будет плохо. Ну не важно, математические формулы вы без меня напишете все, я просто должен рассказать этот момент. Потому что когда мы изучаем, это же мечта очень длинная, нам уже ее заканчиваем, в общем-то. То мы забываем, чем мы занимаемся. А занимаемся именно этим. Потому что все эти моменты, они помогают. Демонстрация не демонстрация студентов, но закрыть, наверное, надо. Так это освежает, не заснешь. Ночью слушаешь, так не заснешь. Вот, значит, у нас, мы говорили, и тогда человек должен быть вместе со Всевышним, так это называется Агув. Агув это как-то, он субъект сам этой любви, а Кадош Баругу должен быть, любить его и наоборот. Так что такое Агув, это Огев это Маком, Огев это Бриот, Огев это Здакот, вот мы про Здаку говорили. Огев это Здакот, Огев это Мейшари. Значит, в математике, я извиняюсь, что я так говорю, в математике, это означает всегда, что самое короткое определение прямой линии, это самая короткая линия между двумя точками. Это одно из, прямая, прямая линия, одно из, одно из математических, неожиданных определений, что такое прямая линия. Прямая линия, это прямо, но вот как ты математически скажешь это научно и грамотно, это когда между двумя точками самое короткое расстояние. Это определение прямой. И вот это Мейшари. Оно неожиданное, это Мейшари. Второе, в математике тоже есть, что доказательства, какой-нибудь теоремы, решения задачи, всегда должно быть несколько критериев. Например, коротким должно быть максимум, из возможных, минимальное количество этих шагов. И это неопределимое слово, это, знаете, помните, элегантное решение. Это никто не может сказать, что такое элегантное решение, но обычно считается, что в нем немножко красоты, даже вот какая-то неожиданность какая-то и так далее. Сколько математика относится к чистоте мысли, чистая мысль не привязана ни к чему конкретному, то это может помогать немножко нам понять, что мы здесь хотим. Огеб это Мейшарим, это значит, что человек стремится и хочет, чтобы прямым путем к чему-то прийти, а не сложным путем. Если можно. Все это мы говорим о возможностях человека. Потому что и так жизнь сложная. Так не надо искать еще дополнительные сложности. Если можно, более прямым, на самом деле это непонятно, что я говорю, что такое прямое, о чем мы говорим, где мы говорим. Но я напоминаю, мы говорим о постижении Торы. Это наша мечта. Мы не говорим ни о математике, ни о инженерных науках, ни о постижении Торы. Постижение Торы наиболее прямым путем это, скажут, изучение Торы. Это хорошо. Но я говорю больше. Требуется, помните, элегантность и минимальное количество шагов. Как это в Торе элегантность и минимальное количество? Тут я тоже какой-то хидуш хочу сказать такой, который, конечно, до нас сказал уже две тысячи лет назад, наши учителя. Но я его обновляю здесь. Что человек должен стремиться учить то, к чему тянется его душа. В области Торы. Мы только говорим о том. Мы не говорим ни о чем другом. В области Торы надо учить то, к чему стремится душа. Это такое правило. Тогда успех будет повышен. Потому что в Торе все хорошо. Все, что ты не учишь, то хорошо. Но если твоя душа это хочет, эффект там будет намного больше. Это значит, ты к какому-то результату минимальным, как это что такое прямое, самое короткое расстояние. Это меньшири. В изучении Торы нужно стараться идти прямыми путями. Для этого человека. И каждый человек, это известно даже. Шор шел нишама шелу. Потому что нишама у человека состоит из пяти этажей. Как мы знаем. Нар-нехи называется. Снизу вверх. Нефеш, руах, нишама, хая и ехида. Сверху-то понятно, обратно. И каждый человек, эти пять вот этих этажей индивидуальны у него. Они начинают с ехида, где абсолютно уникальный номер Тюдацху. То есть, номер его индивидуальной записи на небе. С этого начинается. Потом, это идет вниз. Хая, это значит, его окутывает энергия. Входит в него церковь и прочее. Входит в него руах. Процесс обратный. Но я провожу его как бы наоборот. С ехида вниз. И все это оформляется в его телесные возможности, которые называются нефеш. Но мы всегда смотрим снизу вверх. Потому что это того, что мы понимаем, к тому, что мы не понимаем. Почему? Шорость в ехиде находится? Шорость человека в ехиде. Потому что это он ехида. Это его шорость. Это его индивидуальный. Нет другого такого человека. Кажется, человек абсолютно уникальный. А другие вещи, они более широкие. И тому похожие вещи. А если и то, и то, и то тянется. И то хочется, и то хочется. Во-первых, уже хорошо. И то хочется, и то хочется. Очень хорошо. А вы ехиде отойдете? Нет. Я не говорю про ехиде, ничего нельзя определить. Мы говорим о том, что человек хочет что-то учить. Это и надо учить в Торе. Потому что это вот ехида, и вся твоя душа к этому толкает. В первую очередь, а хочется это, и это. Прекрасно. Значит, тогда делается такое правило. Мы должны, человек должен, если мы одинаково хочем, то он должен тогда подключить другие критерии. Что более логично из этих трех вещей в начале учить? Будем считать, что только одно можно учить. Потому что если все три, так нет проблем. Будет только одно. Что ему кажется более логичным в последовательности? Поскольку ему хочется все. Если не все, тогда не о чем обсуждать. Но если хочется все три, значит, что в начале? Так, как ему кажется. Это раз. Второе, что он может, и это тоже очень важный хидуш, он должен мысленно представить себе, что он хочет это преподавать. Вот что из этих трех вещей ему кажется, он сможет преподавать. Он пока не должен преподавать. Но если человек ломет, ло аунатли ломет, результаты плачевные у него. Если человек учится для того, чтобы познать Тору, результаты плачевные у него. Цельхим лилмот только аунатли ломет. Почему? Совершенно другое учение. Изучение Торы вообще другое. Оно ни с чем не сравнимо, ни с кем не сравнимо. Добрый вечер. Нельзя ничего сравнить. И это не нужно, никакие мои тут слова не нужны. Подумайте сами. Если я учу для того, чтобы преподавать, я думаю, как я это скажу? Что это означает? Что меня спросят? Как я смогу объяснить? У меня начинают глаза открываться. А если я учу, чтобы узнать что-то, то у меня не горит ничего в голове. Я просто впитываю что-то. Что впитается, то и впитается. А тут я не позволю себе ничего не понять, потому что я же должен это преподавать. Я могу после какого-то размышления, и так бывает, постановить, что я этот кусок все равно не понимаю. Я пойду дальше, нет проблем. Но я зато знаю, во-первых, что я его не понял. Я уже знаю это и все. А если я учу для себя, я не сделаю эту заметку, потому что я не понял. Потому что что-нибудь я всегда же понимаю. Любой человек что-нибудь понимает. И хорошо, слава богу, идем вперед, вперед, вперед. Два варианта. В одном говорится, что сможет учить, как-то все-таки получится у него. А в другом говорится, что даже это не получится. Я сторонник второй версии, что даже это не получится. Потому что я в жизни это видел. Все, кто учат для себя, не постигают то, что они учат. Не знают. Проверяется элементарно, не задаваясь вопросом, не знает, что ответить. Он же никогда не думал, как отвечать на опросы. Поэтому не может бедный ответить. Он учился пять лет. Никогда не ставил перед собой задачи мысленно преподавать. Потом ты его начинаешь, как ты учишь, что ты это делаешь. А он не знает, что ты сказал. Потому что никогда в голове не проработало это. И тогда он теряется и часто начинает даже думать, действительно, что ты как-то так. Вроде бы все учим. Начинаешь его спрашивать, а он ничего не знает. Это не только школярские ошибки ребенка в третьем классе. Это вполне взрослый человек. Учит, учит, учит. Простейший вопрос. И задаешь, он не может ничего сказать. И начинает тогда ссылаться на то, что он так, у него нет педагогического дара. У него педагогический дар это сидеть с группой и заниматься. Мы же от него не требуем. Один на один. Просто он учит, учит. Ты ему задаешь вопрос, он не может тебе ответить. Причем из педагогического дара. Это же не значит, что он... Мы же не говорим, что ты должен выступить перед толпой. И захватить ее, понимаешь. Это нет дара. Это совершенно не обязан. Но, чтобы объяснить мне, если я его спрашиваю, а он говорит, что у него нет дара, это, извиняюсь, он ссылается не на то. Это значит просто, диагноз медицинский, ничего не понял. В этом моменте. Это когда человек как бы сам изучает и так вот ставит такую задачу и поставит. Для преподавания, да. А если вот в Хевру, в Коэле учатся еще... Это не учатся объясняют. Нет, это они объясняют друг другу. Они проникают учиться. Нет. Он объясняет друг другу, они объясняют. Он никогда не ставит задачу, как ему объяснить это кому-то. Потому что они оба одинаковые. Нет. Они не ищут истину. Во-первых, некоторые из них, наверное, может быть, даже ищут. Но у них нет задачи по отношению к кому-то это сделать. И они просто пара одинаковых людей. Один из них больше знает, другой меньше. Как правило, так делают. Чтобы один больше знал, другой меньше. И они между собой прорабатывают. Это хорошо. Но у них в голове нет этой задачи. То есть, если у меня нет задачи, так я просто буду читать, а вы будете поправлять, вы будете читать, я буду вас поправлять. Мы будем так все время перемалывать это. Но у меня в голове нет задачи никакой. Проверено. Баду Куменусе называется. Проверено на 100%. Проучился так 5 лет, ничего не может объяснить. Как же он с Хаврута же объяснял? Но я же не его Хаврута. У него же нет никакой в голове методики, как объяснить это любому человеку. Я же кто? Я просто маленький человек. Я не знаю. Я ничего не понимаю. Я тупой. Я не его говорю. У него Хаврута гений. Он гений и Хаврута гений. А я тупой. Да? Я прихожу и задаю вопрос. Он должен мне объяснить, а не своему Хавруту. А у него в голове даже этого нет. А если бы было бы, то он бы учил так, чтобы моментально пристроиться к человеку, которому он говорит. Допустим, я совершенно тупой, но он должен мне объяснить тупому. Если великий человек, он должен объяснить, как великому человеку. Поскольку если он сам понимает, ему очень легко это сделать. Если никогда, вот я вам все время говорю, учитель, который скажет ученикам, вам это не понять, это тяжело, я не могу это объяснить. Это значит, у меня подозрение сразу, что он сам не понимает. Иначе он всегда бы объяснил. На уровне, на пальцах, неважно, примитивно. Он сказал, вот это так, так и так. Зиль Гмар, как говорится, как Ильек сказал этому кандидату в Дию. Зиль Гмар, остальное иди и учи. Зиль это пошел, Гмар это чи. Иди и учи. Но он ему сказал что-то, ал-ре-гал-ахат. Он ему сказал, что то-то, то-то, вся дорога. Человеку действительно не хватает каких-то базисных данных. Другого человека? Нет, нет такого. Но там, любой человек, который старше 7 лет, 5-7 лет, имеет жизненный опыт, у него все данные, чтобы ему все объяснить. Он совершенно ничего не должен знать. Проверено и в математике, и в физике. Любую физику элементарных частиц ты можешь объяснить сторожу, дворнику. Без всяких проблем, если ты понимаешь только это. Что у дворника есть в этой области, если только не у дворника в институте по элементарным частицам? Простой дворник. Отказник. Отказник, да, и вообще доктор наук. Такие осторожные. Но если это обычный дворник, и ничего он не знает, но он человек взрослый, то есть у него старший некий жизненный опыт минимальный, то ты ему совершенно элементарно можешь объяснить теорему, гипотезу или принцип Нильсобора элементарным образом. А все можешь объяснить про кварки, про протоны, про нейтроны, про электроны. Как? Он же слов этих не слышал. А не надо, ты не должен их говорить. Ты же понимаешь, о чем идет вещь. И вот ему скажешь, что тот и тот, смотри, все это состоит из маленьких кусочков. Маленькие кусочки, они такие, вот они очень интересные. То-то, то-то, то-то. Все расскажешь, он будет очень доволен. Еще выпить пол-литры, с тобой это лучше. И закусить соленым огурцом. А это тоже состоит. И огурец. На примерах, доступных ему. Сказать, водка, огурец, все состоит из этого. Он будет потрясен. Как сразу интересно становится. Правда, да? Сколько кварков употребил. Да. Настоящего вебина. Он идет домой, жене сказал, ты знаешь, опять пьяный пришел. Он говорит, ты пьяный. Ты знаешь, какие кварки. Принимал. Да. Вот. В общем, это яркие, просто простые. Все, что по теории Эйнштейна и так далее. И, конечно, гавдиль, все гавдалов, которые есть от Торы. Все в Торе можно объяснить дворнику. Тем более другому человеку. Тем более, это евреи и все такое. Ничего нет такого, что человек не знает. Не знает, и ты хочешь, ты можешь сказать, я не могу это объяснить без этих. Если я тебе дам общее понимание. И как иногда я тоже говорю, но есть всякие гадамоты. То есть всякие вводные понятия, которые я должен дать. У меня нет времени. Мне поставили задачу за три минуты объяснить вам все. Я выполнил эту задачу. Это тот, кто знает, он спрашивает, сколько времени есть. Три минуты? Всю еврейскую историю вам рассказывают. Пожалуйста. Три часа? Пожалуйста. Конечно, можно за три минуты рассказать всю историю. Значит, опять берешь нужные моменты. Три минуты, это же 180 секунд. Секунд, это очень много. Ты берешь, это значит, примерно 20-30 фраз, можно сказать. Берешь основные элементы. Начало, середина, конец, показываешь. Все, вся еврейская история. Все, что угодно. Вся тора, вот эта, все тут. Это очень важный принцип, я хочу сказать, потому что это постижение торы. Лилмо там, на теломет, как я ему объясню. А кто это, он не важен, дворник или очень, может быть, великий человек. Я и великому объясню, я и дворнику могу объяснить. Если только сам понимать. Если я не понимаю, ничего не поможет. Хаврута или не хаврута. Сам или не сам, ничего не помогает. Он концентрируется на... Еще раз, он концентрируется даже на мне. А я прихожу, я дворник. Он мне должен объяснить. Если он не работал над тем, как Лиламет, он не сможет мне объяснить. А я дворник, а что я понимаю? Я ничего не понимаю. Они там лежат Бава Баттера. Откуда я не знаю, что такое Бава Баттера? Это там трактат Бава Баттера. Откуда я знаю, что такое Бава Баттера? Я вообще дворник, я ничего не знаю. Что такое Бава, что такое Баттера? Они всегда им должны на это ответить. Да ладно, вот мы там такие судьи от Раши, Раши. Ты мне объясни, что там написано. Ни на Раши, ни на Раши. Ничего мне не надо. Скажи мне, в чем суть дела? Я дворник, простой человек. Вот тебе огурец, вот водка. Теперь объясни мне это, что ты учил последний месяц. И вы знаете, он не сможет объяснить. Так это получается, что он пропустит Огэфетан Амешарим? Если он не может объяснить. Если Огэфетан Амешарим, он тоже стремится из А в Б перейти самым коротким путем. И у меня есть задача. Я нахожу А, дворник Б. Я должен перейти к нему, к его мышлению самым коротким путем. Они говорят, ты знаешь, что дворник, ты со мной тоже месяц поучишься, тогда ты поймешь. Пока я допью этот стакан водки. За это время объясни мне все. А это вот так. Попробуй объяснить. Правильно, что вы это сидите прямо без вдохновения? Это вот Огэф, это Амешарим. Наиболее коротким путем нужно... Мы пришли к выводу, что короткий путь это определить, что ты хочешь, что тебе твоя душа. Это короткий путь для постижения. И самое главное, сориентироваться, что ты можешь кому-то это объяснить. Не можешь. Я не умею пока объяснить. Я хочу. Хочу, да. То есть все, что я не учу, все, что я не читаю, у меня в голове все время верно. Как я это смогу преподавать? Все, что я учу. Это, кстати, просто я точно знаю, что это единственный способ. И это получится, он любит это начальник. То есть он идет короткий путь. Теперь сколько я смогу объяснить, это зависит от человека. Я не говорю, что это все люди одинаковые, все люди разные, но когда ты настроился, у тебя будет успех. Больше или меньше. Не настроился, не будет успеха. Так вот у меня вопрос, вот этот, что в Хевруте учить, он не может быть. Оставим Хевруте, он не может быть. Нет, нет. Она будет огорчена. У меня нет никакой цели огорчаться. Он будет тогда... Этот множитель у него будет отсутствовать, но любой будет. Если он не проникся этим и не думает... Объясни другому, это из А в Б перейти. Да? Я А, он Б. Как я могу его объяснить? Вот Натан говорит, он ничего не знает. Правильно, ничего не знает. Мне все равно нужно. Он же находится там, где он находится. Не могу его родить заново. Он находится там, где он есть. Я здесь. Он здесь. Я должен к нему прийти. Это Огэфетамеша. Если я это люблю, это хочу, я все время над этим думаю. Как это сделать? Не имея в виду конкретного человека, конкретно это может как раз сузить меня. Потому что все мое мышление будет для этого человека. Как ему объяснить? Я буду думать, как ему... Почему Хаврута не выигрывает в этом? Потому что я все время думаю, как своему Хавруту объяснить. Я не вырабатываю возможности любому человеку объяснить. Любому это значит, кто такой Любовь. Какой бы он ни был. Это значит, мне не важно. Мне нужно, чтобы я понял. Когда я пойму, я любому Слову объясню. Когда я Хавруте объясняю, это не значит, что я понимаю. Потому что я его хорошо знаю. Мы друг друга знаем. Не важно, месяц или три года. С полуслова он меня. Я его... Все у нас прекрасно. Приходит дворник, я ничего не могу объяснить. Как же? А потому что дворник не Хавруту. Объяснить даже любому человеку надо объяснить. Не важно, как получается. И тогда эффект огромный. Ты думаешь все время об этом. Прочитал, а как это я могу объяснить кому? И тогда голова работает. И ты постепенно вырабатываешь это все. Поэтому говорится, что Ф это мещение. Из А в Б короткий путем. Не говорит, что ты учи пять лет, я тебе потом объясню. Это не подходит. Гилель. Гилель. Великий Гилель. Гилель Шама. Гилель сказал, Алре Гадахат, этот самый Гой, попросил всю Тору. Он ему сказал всю Тору. Он не сказал, слушай, поучись год, потом придешь ко мне, я тебе там расскажу. Пять лет, я тебе еще больше расскажу. Не на месте, сразу все Тору. Не помню, не делай другому того, что не хочешь, чтобы тебе делали. Говорит, вот и вся Тора. Остальное комментарий к этим. Теперь иди бегом и учись. И Лель мог это сделать. Прямо в точку попал. Потому что в этом как бы есть в каком-то смысле один из вариантов объяснения, что такое Тору. Потому что это можно развить дальше. Почему не сделал, значит, полный строил Аль-Гимзи. Аль-Азе. Поэтому, значит, ты не хочешь, чтобы тебя поранили ни на другом. Не хочешь, что... Значит, есть Арвуд у нас. Есть вместе с Акадаш Баругу. Есть общий корень, общее содержание сегодня, общее будущее завтра. Полное из вещей в этом. Но он не говорил ничего. Он сказал только это. И на самом деле дал ему все мировоззрение в одной фразе. Это Гелер. Теперь он расскажет, что я не Гелер. Это правда. Но нужно стремиться. Следующее самое тяжелое. Агаваича, представляете, убойное дело. Это самое убойное. Все до этого еще более-менее. Ау-Гэф это Тухахо. Но я, например, когда думал, как это преподавать. Я думает. И я, например, не знаю. Встретил я в жизни человека, который думал, что... Я только слышал рассказы. Но никогда не встречал никого, кто Гелер. Возможно, что я невнимательный был. Что такие люди были. Я признаю, что я невнимательный был. Сейчас мы объясним. Ау-Гэф Тухахо. Тухахо. Тухаха. Что такое Тухаха? Одна из митцвот Торы. Которая нам сказано, чтобы мы ее не делали. Есть такая митцва. Охэх Тухахо. Охэх Туххиях Эта Митеха. Вэлло Тиса Аллах Хэ. Авон. Так говорится. Охэх. Это в книговой экране. Там не Ваафтал или Хак Амок. А там это тоже. Охэх Туххиях Эта Митеха. Вэлло Тиса Аллах Авон. Я цитирую по памяти и извиняюсь, если где-то шероховаться, где-то не точно сказал. Действительно по памяти, а у меня, я не знаю наизусть, не утверждает. Охэх Туххиях Эта Двойной Глагол. Охэх Туххиях. В Талмуде сразу говорится, почему двойной глагол. Не просто Охэх Эта Митеха. Не говорится. Там Ваафта Лераха Камоха. Один раз глагол. А здесь, почему-то два раза глагол. А здесь, потому что в Талмуде называется Афилу Мэпэм. Если нужно, говорит человеку он даже сто раз. Что такое Гахэ? Что такое Тухаха? В принципе, Тухаха это от этого слова происходит от этого корня происходит слово, которое сейчас уведет нас в сторону. И мы не пойдем, мы не пойдем на эту ловушку. Это корня Вико. Тухаха это не Вико. Лива-как в современном языке, но это на самом деле из нашего находящегося. Лива-как это убедиться в чём-то. Доказать. Да, убедиться в чём-то. Это уже ближе. Тухаха это раскрыть другому человеку или себе, но это не важно, себе или другому человеку. Значит, корень какой-то ситуации, как идёт, куда идёт, и всё в рамках твоих возможностей. Показать ему, что если он делает неправильно, то показать корень, то, 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 то. Если он видит это так, тогда он выслушает всё это, и поскольку ты показал ему корень. То есть, сам ты дурак, это не только. Это знаменитая фраза. Просто прийти к человеку и скажешь, что сам ты дурак. Что нужно на это ответить? От дурака слышишь? Например. Да вот и говоришь, что от дурака слышишь. Это не Тухаха. Диалог идёт хорошо. У нас мирная беседа. Так вот, это не Тухаха, потому что там нет ни начала, ни середины, ни предложения. Сам ты дурак, определение, что я вижу тебя, что ты дурак. Это не значит, что я себя так вижу. Это не значит, что я понял, почему ты меня так видишь. Не значит, что я понял, почему ты видишь это правильно. Ты мне не показал это никак. Ты не показал, откуда это идёт, куда это идёт. Ты мне ничего не показал. Поэтому Тухаха, это способ раскрыть человека, глаза на что-то но обязательно должно показать корень и показать, куда это идет констатация факта, что ты дурак, ничего не помогает человеку, правильно? даже если он еще и поверит, он просто всем уже бедняг он согласится, что он дурак, и у него перспектив нет никаких, что он это единственный плюс, это он запишется городского сумасшедшего перескат, а не потух, не полнится вот, все, мне не надо не стараться, ничего, просто городской сумасшедший, это такая роль аутсайдера легитимного сам себя записал, как это сегодня принято говорить, маргиналы такие маргинал это городской сумасшедший и тогда ему очень легко потому что он безответственный нет никакой ответственности, он наоборот сказал, да, я дурак, все и живет счастливо, очень, между прочим и очень доволен правильно, да? все взятки, глазки и никто его уже не ругает после этого, потому что он городской сумасшедший вот так это не то-ха-ха значит, неправильная то-ха-ха привела к тому, что человека назвали дураком, он согласился и он совершенно мы его убили без того, чтобы его поднять то-ха-ха это еще раз корень показать откуда, показать это показать куда и последнее, показать, что он может это дело поменять может от этого что? он теоретически может поменять ситуацию не обязательно будет все хорошо но он может поменять корень он может поменять это то есть есть возможность не пригвоздить его пригвоздить это не то-ха-ха то-ха это не обвинение поэтому это непереводимое слово это не обвинить человека это не обозвать человека это не это это показать ему откуда, как и куда и что можно изменить по дороге классическое то-ха-ха у нас торе есть это в конце книги Ваикра Бихукатай недельная глава и в книге Дворим Китаво по Гойскому исчислению это 26 не помните главы 26 глава книги Ваикра 28 книги Дворим это Тухаха и Тухаха Ваикра, Тухаха относящиеся больше к первому храму Дворим на все времена до конца времен и там это вы помните, перечисляется если так будет, то то будет если ты будешь наглеть, то еще хуже будет больше наглеть, еще хуже будет больше глупеть, еще хуже будет это в книге Ваикра книга Дворим не всем так построена просто говорит, спостричь, что к тебе придет если ты будешь дураком оно кончается опять но все выше не оставит но это вспомнит Аврама Ицхака Якова это в конце там говорится мы всегда думаем, при чем здесь Аврама Ицхака Якова то Хахак к этим людям, не к Аврамам и вдруг в конце и вспомнит Аврама Ицхака Якова это сразу мне дает возможность, что мой корень, который я могу, если я Аврама Ицхака Якова, такое дело не пропало я совершенно не должен быть городским сумасшедшим у меня другой потенциал это то Хахак не человека задолбать а наоборот показать эти корни и поднять Ли-Ва-Ках это Ли-Ва-Ках что такое Эмед и что ты можешь этот Эмед взять на вооружение, приблизиться к нему и так далее, это то Хахак то есть вы понимаете, что это невозможно перевести никак это слово так, так остается то-ко-о-гэфи-та-то-ха-хо то есть человек, который стремится любить, чтобы ему сделали то-ха-ха это по моему объяснению даже, так это теоретически невозможно я не встречал таких людей почему? теперь поймете почему и не даром наставление наших учителей последних двух тысяч лет не делать то-ха-ха хотя есть такая заповедь Торы потому что там она афа-ха так только если ты уверен, что человек примет это Бхагава то тогда то есть ты должен быть уверен, что он примет это Бхагава а если ты не уверен, что он примет Бхагава, то нельзя я думаю, что практически во всех кроме таких людей иногда бывает близость между двумя людьми и тот понимает потому что дело в том, что то-ха-ха сработает только в ситуации, когда тот, кто ее делает он должен на высочайшем уровне любить этого человека на уровне высочайшем а это очень тяжело потому что даже если это искренне человек любит но у него в силу его человеческих данных это замешано на его недостатке уже Миша Мохиев мы не говорим Миша Миша Мохиев тот, кто делает у него есть человеческие данные которые его даже реально у него есть Торгава к этому человеку но у него человеческие данные не позволяют это реализовать а это запутано у него кровь привычки есть то есть и он инерционно через минуту начал хорошо через минуту он уже так говорит что тот думал, что он его ненавидит просто а тогда у него будут все механизмы защиты подниматься лить ноге от этого против этого сразу и вместо то-ха-ха получится сина сам вопад сина-тхина просто просто скан ничего не получится поэтому хахамин который прекрасно знает кто мы такие говорят не делай-то потому что ты не сможешь выдержать на таком уровне ты загоришься сам этим и незаметно соскользнешь Миша Мохиев я о нем говорю соскользнешь что это не будет агава лот-ха-ха-ми тох-ха-ми тох агава должна быть а это не получится и вместо того чтобы лот-и-са-а-лаф-а-вон что ты не будешь нести на себе его хет вместо этого наоборот будешь потому что ты его оттолкнешь тот еще укрепится в своей позиции ты совершил не было сина тхина будет теперь сина тхина вместо того чтобы что-то построить ты все разрушишь а что было праведный гнев ты видишь что он ошибается ты видишь что он не прав все это правильно я не скажу что это праведное потому что неправильно так что он говорит но ты видишь что он не прав ты видишь все и начинаешь его учить жить в итоге будет продолжать прекрасно так жить но ты уже выпал из поля зрения без того чтобы быть в поле зрения ты выпал что ты построил поDr.H по朔-и-са-gn что же получается он знает это тох-ха-ха получается что теоретически человек должен агавит это тох-хот потому что я вам объясню, что такое Тухаха что может быть лучше, чем Тухаха с точки зрения получить тебе покажут корень тебе покажут это, тебя укрепят тебе скажут, ты от Аврама то есть тебе полный комплекс дадут замечательно, но что я тоже не могу, потому что во-первых, он соскользнет, как мы говорили он не будет, он начнет говорить так, что какие-то элементы, которые я декодирую, вычислю, что здесь сина, что он не ненавидит, не любит и то другое, не важно, что это не так но я увижу, а как он может доказать, я-то чувствую, чувством ничего не скажешь, не прикажешь я буду чувствовать так он будет распаляться от этого еще больше потому что я буду его отталкивать, он еще больше будет он-то только добра хочет но он так хочет от этого добра что, как говорится, во имя мира мы спалим половину помните, это советская борьба за мир, то что называлось во имя мира половину человечества перебьем вот что делать по отношению к детям по отношению к детям тот же вопрос явно, что я их все принимаю? явно вам, но не явно ребенку который в этот момент видит перед собой распаленную маму или бабу да, да, да маму, бабушку и все и последнее, что у него в голове, что его любят он видит просто гневающегося взрослого человека разговоры если разговор получается в определенной дружеской такой форме и прочее то тогда не нужно детей и со взрослым можно разговаривать проблема, как я сказал, начинается хорошо потом соскальзывает это человек не замечает потому что это же зацепляется малейшее не так человек ты уже начинаешь разгораться распаляться или он или не важно кто одна из сторон уже распаляется распаляется уже не идет поэтому не ясно, что есть педагогические разговоры со всеми с детьми в первую очередь и взрослыми со всеми педагогически ты разговариваешь просто нужно помнить что есть опасность что-то соскользнет соскользнет потом это больше разрушение чем сознание выскать ну а как неужели родители не говорят детьми конечно говорят но нужно просто это помнить но позиция у детей она изначально подчиненная до определенного возраста и изначально привычная что родители обучают поэтому там нет этой проблемы до какого-то возраста пока не начинается процесс обретения себя в районе тринадцати лет или одиннадцати или пятнадцати у кого-то и это процесс обретения себя ставит того человека в неполучателе тохоход он не хочет никаких тохоход а по инерции еще папа с мамой продолжают эти тохоходы и начинается разрыв и это очень нужно прослеживать чтобы этого не было то получается критика да когда человек переходит границу получается критика которая да критика которая разрушает того человека и того и того обоих и как минимум создает кера разрыв между ними поэтому нужно очень осторожнее что когда получается если практически нет людей которые способны принимать это боевое это одно из 48 качеств тогда получается у кого нет шансов есть шансы мы говорили что во-первых обязательно должно быть то есть мы постараемся чтобы это было сейчас мы сделаем модель как это будет но мы говорили что это не обязательно будет большим правда мы так говорили что есть части вот этого что оно меньше больше значит это это напоминание себе что то что происходит с человеком происходит не случайно мы не знаем никогда и не надо из себя строить что ты знаешь почему это происходит никто не может знать ничего и все но Давид Амелов Таилеев нам показал что все что в ку фью тет фраза такая что все что происходит это сиха это беседа Всевышнего со мной Всевышний не говорит по телефону смс не посылает и мейли с неба не приходят как он разговаривает он через мяураот разговаривает все что происходит человек это с ним Всевышний бесед теперь очень опасно не впасть в желание расшифровывать по определению как ты можешь расшифровать то что Всевышний хочет ты же не можешь нет возможности но просто представить себе вместо того чтобы расшифровывать что Всевышний мне сообщил я просто заранее говорю себе что он мне сообщил я не знаю что но поскольку он не сообщил мне уже нет к этому нагнуто пришел человек устроил у меня разнос то ха ха неприятно очень и все если человек берется в руки в эту секунду осознает что этот то пришел может быть он не прав я не знаю может быть не обязательно что тот то приходит он прав он мне оставил разнули может он не прав может Он прав но Всевышний отправил его ко мне раз так то мне уже немножко легче к нему относиться и я могу в эту секунду не понимать что он говорит и я могу даже не согласно с тем что он говорит Но я уже не распыляюсь Я не согласен Откуда он мне говорит такие вещи Мне кажется он не прав Ну да, смотри, такой не прав Я не прав, я не прав Что-то Творец мне прислал Это самое И человек без того, чтобы воевать с этим Кто мухия Начинает смотреть на себя и на Творца мира Он не может вопрос А что ты имел ввиду, когда послал Кто у меня расписочек Я не знаю, что ты Я не знаю Откуда я могу знать Но я знаю, что-то произошло Значит, как говорится С этим надо лить модель каким-то образом Значит я не должен уже распыляться Я уже не должен ненавидеть никого Раз тот посланник Я его уже ненавижу Хотя я не согласен с тем, что он сказал Он не знает об этом вопросе Он не понимает меня Он не знает, что у меня внутри Ну так мне нужно только что Пожалеть его последнее Он целых полчаса потрято Он потратил зря Не важно Я так думаю Что он потратил может быть зря Но у меня уже нет ненависти никого к нему У меня вроде к нему жалость уже начинает быть То есть положительные эмоции Вместо того, чтобы говорить какой негодяй А я потом всевышнего посла Он там что-то сказал в рамках своих возможностей Возможности, как я вижу, у него маленькие Он не понял, кто я такой Он не понял, что во мне Но он мне такой выговор сделал Вот так мазал А не арахаймалав А не арахаймалав Аван, улай Яшамаш Понимаете, методика Совершенно уже другая Во-первых, тогда уже мое несогласие не опасное Оно никого не разрушает Потому что Всевышний его послал Что он мне сказал то-то и то-то и то-то против меня Я с этим не согласен Я говорю, крайний случай Потому что я согласен Так очень даже Я не согласен Или я согласен, не согласен Но мне неприятно, что он сказал Так или иначе Меня послали Наверное, для чего-то Я не знаю, для чего То, что он мне сказал, это неубедительно Но мне это уже не так Я прежде всего преодолел первую реакцию После этого Я могу задуматься А может быть, там есть рациональное зерно Или, например Почему так получилось, что он мне это говорил Может быть, я спровоцировал это Или, может быть, меня не понимает Я сам виноват, что меня не понимает Да, меня не понимают Да, все дураки туда Никто меня не понимает Но вместо того, чтобы плакаться и прочее Я думаю, почему меня никто не понимает Совершенно другая позиция То есть тот человек, который мухи Я не воюю с ним Ничего с ним не происходит Понимаете? Уже другая разница Это уже на пути Огэфета Тухофон Потому что я вижу его, как послание Что он шалек Всевышнего Не что Всевышний вложил в эти слова И они правильные Он его послал Ко мне для того, чтобы я что-то сделал А сам у меня лучшее Словечество Он совершенно не согласен Я не согласен Первая реакция Здоровая Я не согласен Вторая реакция А может быть, там что-то есть А может быть, что-то не нужно Третья реакция Ничего нет у него Он ничего умного мне не сказал Но он же ко мне почему-то пришел Значит, я это как-то вызвал Чтоб он пришел Но он же ничего не понимает во мне Значит, тогда почему ничего не понимает Может быть, мне надо сделать так Чтоб он лучше меня понял То есть, вместо того, чтобы заниматься Вольной с этим мухи Я начинаю совершенно другую проблему Это как бы пример Вот этого Огнеда Тухофонка Я в крайнем случае Да Тухофонка Самая большая Которую мы знаем За последние годы Это Гитлер Наш молодец Он был Махиев Он пришел К нашему народу Он Махиев Но вообще Исчадие ада Сатана А что Сатан делает? Ровно это и делает Он пришел к нам Чтоб нас уничтожить Что мы должны делать? Поскольку в его действиях Была физическая угроза То по законам Торы Габа Ля Арбеха Значит, ты его сразу убиваешь Значит, у нас есть полное разрешение Убить фашистов, немцев В любых вариациях В любых народах Это нас не интересует Там, где есть физическая угроза Нужно убивать сразу Поэтому Эти Палестинцы Должны очень радоваться Что мы не соблюдаем Законы Торы Поэтому они живут Потому что им место Уже в земле давно было Они уже должны Вот и даже там деревья Расти на их могилах Вырасти уже деревья Понимаете? Не кустики и трава А деревья Многолетние уже должны были вырасти Потому что им все места В могиле Нигде нет Это только из-за гуманизма Мы должны их выиграть Если не гуманизм То их надо убить По законам Торы Это уже убить Все Потому что они хотят нас убить В моих слов нет никакой ненависти К ним Тора говорит Человек хочет тебя убить Ты должен встать И убить его До того, как он тебя убил Они хотят нас убить Надо их убить Это самое простое решение Балестинской проблемы Но мы гуманисты Должны их посадить в автобус И всех отправить По ту сторону Иордана Без исключения Всех арабов Без исключения Правильно Да Потому что мы гуманисты А поскольку мы еще Себя не любим И их не любим И никого не любим То мы занимаемся Тем, чем мы занимаемся Сейчас То есть путаем арабов И ничего не понимаем Весь мир Ничего не понимает Мы сами Ничего не понимаем Нас теперь терпеть Не могут во всем мире Да Это просто Тора Начался мирный процесс Без того, чтобы увеличилась Любовь к нам Увеличилась ненависть К нам Я, который 25 лет Живу в свободном мире Не я Я говорю А просто я живу 25 лет В свободном мире Как тот, кто живет в свободном мире Ну Из тех, кто много Я очень много Побывал в разных странах Я засвидетельствую Нельзя сравнить Отношение к евреям Когда ты идешь По улицам Парижа В 87 году Или в 86 В 87 точно Я там был И много раз И сейчас То есть не то, что стало хуже Это нельзя сравнить просто Просто нет сравнения никакого И так же Лондон И так же любая страна А что за это время произошло Мирный процесс Не то, что стало хуже Мейли Хуже и больше Нельзя сравнить Просто Волны Волны ненависти Клокочут Кипят Ураганы Понимаете Поэтому Почему? Потому что мы не выполняем законы Тору Из-за того, чтобы убивать палестинцев Убивать сразу Без всякой жестокости Поднял руку Убит Поднял руку Убит Все Тебя начинают уважать Тебя начинают любить Потому что ты понимаешь Что ты уважаешь себя И главное Я что? На небе Всевышний стал убивать Каждого Кто меня хочет убить Не хочет меня убить Я его не собираюсь Хочет меня убить Все Поскольку они хотят нас убить Они должны быть убиты Все Но поскольку мы гуманисты Как минимум Бодиават Для хатхилла надо убить Бодиават отправить Все в Гордан Это минимальное Соблюдение Тору Хотя бы отправить И выгнать Всех туда Нас бы любили Уважали Было бы хорошо Мы могли Сходить Нормально По Парижу А вот эти евреи Вот И в Париже Не было бы этих мусульман Да Просто сразу Мир бы вздохнул И стал бы дышать Воздухом чистым А так Муть Эта Исламская Идет Как волна За волной Захватывает Весь мир Простейшая вещь Простейшая вещь Опять Все от нас зависит Приходит Гитлер Физически Мы должны были Его убить Но убить Не убить Пока суть До дела Мы должны В рамках Тоха-ха Мы должны Задуматься Почему он пришел Кто мы такие И все такое Вместо этого Строит Никому не нужен Яд Вашем Расцарапывает Себе слезы Развивает Это Синдром Жертвы И все такое Мы бедные Нас били Нас убивали Вот посмотрите Как они это делали Как это ужасно Всех сожгли Так Фотографии Которые только Унижают человека И те кто Погиб Унижает Их показывает Не спрашивая Никого Все уже на том свете Их никто не спрашивает Голые тела Показывает То есть Ужас какой И воспитывает Нас на памяти Как нас убивают Почему это нужно Все что нужно Про Гитлера сказать Что пришел Ямак Шмова Изякова Потому что Мы заслужили Что он пришел Мы его убили Допустим Правильно сделали И разобрались Со своими проблемами Корнем Почему он пришел Помните Что нет Противоречия Никакого Убить Гитлера И ежесним всех И после этого Понять Почему же Они все таки пришли Что я сделал Чтобы Гитлер пришел И тот то пришел Потому что я это сделал Нигде вы не найдете Этого анализа Нигде вы не увидите Серьезный разбор Ситуации А если ты только Пикнешь Ты оскорбляешь Память Шести миллионов Так вот эти Шесть миллионов Виноваты Что Гитлер пришел Эти дети Полтора миллиона Они виноваты Что Гитлер пришел А все эти раввины Они тоже виноваты Нет Никто не виноват Просто Гитлер Сам по себе Пришел И мир строится Так что нет причины Следствия Нет творца мира Вот это результат Понимаете То есть это Безбожники Так говорят А будут обвинять Меня Что я плохой А они безбожники Просто Потому что у них Гитлер просто так Пришел Потому что Версальский договор Потому что Репарации Потому что Ратенов Еврей был министр Там потому что То Потому что Слишком много Профессоров В университетах Было в Германии Все причины Которые угодно Нерелевантны Вообще ни к чему Скажут Как причина Почему пришел Гитлер Вместо простой причины Скажут Это мы его привели К власти Космическим путем Не Что мы там голосовали Я не знаю Кто-то Это возбудилось Ненавистью немцев Проголосовали за Гитлера И начали душить нас Вот весь механизм Гитлера Но почему Мы это сделали А дальше Это можно по-разному Рассуждать Хотя бы Видит рассуждения У меня есть Мой ответ Но я готов Выслушать другие Ответы Такие же Но только Духовные Не моя причина Так будет Другая причина Пожалуйста Не тваке Ах бацура Как Талмидей хахами Как в поисках Истины Но сказать Не трогай Ты что Это 6 миллионов Вот именно Ради 6 миллионов Что хочу сказать А только им так сказали Так они имели А где был Бог Да бред Бог Вот там Где ты его Считаешь Он есть Там он и есть Так нужно отвечать И все Нечего даже обсуждать Где он Спроси у него Где он Да он Скажет Ты что Сумасшедший Я у него Спроси Открой Тору 26 глава Воикра 28 Там написано Что будет Если мы будем Дулю маяться И будем Профессорами В университетах И будем Это бегать за ними Будем Реформированную Религию Создавать Антиеврейскую Прозвать Реформистский Иудаизм Он же и Консервативный Когда мы Все это Будем создавать Мы получим Гитлера Где это Сказано Воикра В 26 главе Это же так видно Черным по белому Там просто сказали Если вы так То будет так А где был Бог А что же Где был Бог Он же написал Где он был Он же написал Где он будет Вот этот вот Анализ Позволяет Тогда И память Шестимиллионам Правильную Сделать И себе Сделать И им Это все ОГФ Это то Харбот И как я сказал Значит Дал механизм Как ли ОГФ Это то Харбот Моментально Вспомни Что тот Пришел Тебе Говорит Его Прислал Всевышний И этим Вот это Хидуш Для вас Или Неки Думаю Сами Знаете Все это Это Не в коем случае Не знаю Что я согласен С тем Что он мне Говорит Это Мне Нерелевант Я просто Выношу Вместо того Чтобы Воевать С этим Человеком Я понимаю Что он Прислал Всевышний Так Начинается Мой разговор С кем Не с ним А с небом А с небом Этот человек Нерелевантен Уже У него нет Ненависти Ничего Если я считаю Что он Мне не понял Я суммирую Жалко Его Но тогда Дум Почему Он меня Не понял Нет Его жалко Может Я сам Видал Либо Он наоборот Не правильно Может Он правильно Что-то Он не сказал И совершенно Другой разговор Идет Разговор Только с Акадошбарху А не с Этим Человеком И мы Все снимаем Сразу Все проблемы Прав Он Не прав Это не имеет Никого Значения Я не должен С ним соглашаться Потому что Унизительно Да Почему Он соглашается Он пришел Мой Леохи А я считаю Что он Не прав Не имеет Значения Но он Пришел Не случайно И все Что он Ты сказал Глупость Сказал Глупость Но он Не случайно Сказал Глупость Разбираюсь Гитлер Ужасно Ужасно Убить его Тут же Но не случайно Пришел Я его Вызвел Я породил Да Правильно Что я породил Его Не скорее всего А здесь написано В начале Перек Второй У нас Перке Вот Сказано Что одно Хорошее Митсва Горерет Митсва Авера Горерет Авера Если Пришел Авера Так там Ломается Наверху Все Если Хорошо Там Исправляется Наверху Там Ломается Наверху Так обязательно Гитлер Только ждет Что появится Исав Все на это Ну чтобы он Возбудился А чтобы он Возбудился Я должен поломать Наверху Все И он Возбудится И придет Вот и все Перторо все равно Говорит В материальном смысле Убить сразу же Но в духовном Это Лопа Тера Тебе Я Вот это Хид Убив Гитлера Мы не решаем Проблемы Убив Палестинцев Мы не решим Проблемы Их обязательно Нужно убить Всех до единого Кто поднимает Руку Но проблема Этим не решается Они же Пришли сюда Эти осы Которые Нас Скусают Потому что У нас Непорядок Значит У нас Мало Света Значит Нужно Увеличить Свет Дальше Механизм В этой книге Ты принес Это Да Механизм Четвер Да Ицхак Принес Сегодня Например Орхов Это Црот Хай Как Одна из Пример Где Рассказ Механизм Как Это Работает Так Значит Мы уже Анагн Огавим Это Охо Нет Ни сих Проблем Я вам Доказал Никаких Проблем Но Только Путем Решения Этой Проблемы Не Против Этого Человека А Разговор Со Всевышим А Человек Слушай Не Ваш Сказал Не Сказал Ну Прислали Сказал Что Умел Сказал Что Мог Сказать Как Он Понимает Спасибо До Свидания И Свободи Например Что Почтальон Тут Ни Причем Хотя Даже Письмо Приснул Может быть Глупым Письмо Может быть Дурным Но То Ни Причем Я Буду С Письмом Разбираться А не С Почтальоном Это Хорошее Замечание И Тогда Нет Ненависти Нет Ничего С Почтальон Это Хорошее Примир Это Не значит Почтальон Умный Человек Или Глупый Человек Просто Ничего Не Мы Снимаем Проблемы С Вместо Чтобы С ним Воевать Начинаем Улучшать Мир После Вместо Что Почтальон Как нам Сами Делать